Всем привет. Немного интересных фактов. Маяк в Исландии. Павлин в полете. Природное чудо. Озеро полумесяца в пустыне Гоби. Что за растение не знаю, но красивое. Аквариум с эффектом падения. Отдых среди пальм. 25-летний орангутанг пьет молоко через соломинку в зоопарке в городе Итикава, Япония. Просто водосток. Монтипульчано. Между Флоренцией и Римом. Прыжок. Маленький черепашонок. Правильное рабочее место для юного художника. На кафедре математики и информатики Мюнхенского технического университета для быстрого спуска с четвертого этажа на первый можно воспользоваться горками, которые были установлены здесь в 2010 году. Согласно немецкому законодательству, часть вырученных средств необходимо тратить на искусство. А горки считаются художественной инсталляцией, олицетворяющей параболу. Летняя кухня. У Чарити Грейса Леблан необычные голубые волосы. Отличная физическая форма. А главное чудесный сынок и дочурка. Вместе с которыми мамочка создает необычайно милые фотографии. В позах йоги. Оригинальная причесочка. Гортензия метельчатая. Украшение сада. Удобная встроенная тумбочка в кроватке. Памятник счастью. Сейчас спою. Город Томск. Камин. Летний душ. Хорошая дорога. Покрывало. Отдых в воде. Квебек. Канада. Завтрак Челябинского металлурга. Сосиска в тесте. Ветряные электрогенераторы в тумане. Слоненок. Белые пески фарфоровой пустыни. Желтогорлы. Тукан. На острове Большой Главный риф на центральных Багамах живут удивительные свиньи, которые умеют плавать и делают это ежедневно в совершенно прозрачных водах. Туристы стекаются на пляж, чтобы полюбоваться этим экстраординарным зрелищем. Дикие свиньи купающиеся в Бирюзовом море. Красивый столик. Громадная статуя Чингисхана кажется нереальной. Она величественно возвышается среди степи, сверкая на солнце своими металлическими боками. Просто фантастическая работа. Особенно, если учитывать ее размер. Этот обелиск был возведен в честь юбилея Монголии. Ее 800-летие. Многие люди, которые увлекаются историей, считают, что самым великим полководцем и завоевателем был не Македонский, которому со старта досталось большое могущество на государство в паре с мощной армией. А именно Чингисхан, который за 21 год правления державой сумел объединить все враждующие между собой племена степей, создать государство, которое покрывало более 20% всей нашей планеты. Для всех монголов Чингисхан как отец родной. Зато всем остальным странам во время его правления было нелегко. Их жители содрогались при звуке имени этого великого правителя. Несмотря на то, как сильно чтят его в родной стране, там очень мало музеев, где можно узнать историю этого человека. Возможно, именно поэтому его решили снова посадить на коня спустя восемь сотен лет, после того, как им была создана Монгольская империя. Эта статуя имеет 40 метров в высоту и покрыта 250-тонной массой державейки. Вокруг монумента стоит 36 колонн, которые символизируют ханов, правящих после Чингисхана. Открытие статуи произошло в сентябре 2008 года в присутствии президента страны и других важных персон. Фотографии из архивов Уолт Дисней. Столовая работников Диснейлейда в 1961 году. Перетягивание каната. Вот такая водяная горка. Дракончик. Слоненок. Для рекламы фитнес-центра автобусную остановку превратили в весы. Побольше бы таких центров. Всем удачи!